Здравствуйте! Лабытнанское телевидение начинает обратный отчет происшествий и преступлений, зарегистрированных в нашем городе за последний месяц. В студии работает Светлана Кель. В минувшие выходные в Лабытнангах произошла дорожная трагедия. В аварии погиб человек. Происшествие случилось в субботу в половине второго дня. По одной из полицейских версий водитель скутера не справился с управлением транспорта. На скорости мужчину откинуло в кювет. Очевидцы происшествия его еще живым достались водосточной канавы. Все подробности этой дорожной аварии в первом сюжете программы. Сидели как раз на кухне за столом, услышали как стук или удар обо что-то резкий. Сразу подумали, что какая-то авария. Выглянули в окно, увидели скутер, лежащий на обочине. Потом уже еле-еле разглядели, что в канаве лежит, если можно так сказать, тело. Потому что вот так был рукав видный. Настолько был скомпонованный. Супруг Юлий Румянцева один из первых поспешил на помощь пострадавшему в ДТП. Мужчину он обнаружил в водосточной канаве в нескольких метрах от разбитого скутера. Рядом двухколесной машины валялся мотоциклетный шлем. Муж поднял, потому что лицом лежал мужчина, ну как в лужу в канаве. Приподнял, чтобы не захлебнулся. На тот момент еще дышал. Очень надеялись, что действительно поможем и будет жить. Спустя пару минут к месту дорожного происшествия прибыли наряд полиции и скорая помощь. Пострадавшего на носилках погрузили в автомобиль. Правда, довезти его до городской больницы медики не успели. От многочисленных травм и переломов мужчина скончался вне отложки. Сегодня правоохранители разбираются в причинах ДТП и пытаются понять, возможно ли было избежать человеческих жертв. На сегодняшний день, в версии пока основная, то, что водитель скутера не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в ГУВЕД. В результате данного происшествия скутеру причину механических убеждений водитель скончался от полученных травм. К месту трагедии приехал сын погибшего. Схватившись за голову, молодой мужчина долго не мог прийти в себя и поверить, что в этой дорожной аварии он так нелепо потерял родного отца. С 1 июля для российских водителей действует ряд важных нововведений. Самый жесткий мир ответственности коснулись любителей ездить под градусом. За повторное нарушение их теперь наказывают не только штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, но и могут обеспечить путевкой места не столь отдаленные. В Лабытнангах за месяц работы нового закона дорожные инспекторы уже выявили двоих рецидивистов. Наша съемочная группа заступила на дежурство наряда ДПС и посмотрела, как действует сухой закон на дорогах. Итоги рейда в следующем материале. На дороге незначительных нарушений не бывает, уверены полицейские. Даже неисправная фара может стать причиной дорожного происшествия. А вот, кстати, и один из обладателей автомобильной поломки. Водительская невнимательность, а именно так владелец отечественного авто смог оправдать нарушение, обойдется ему в 500 рублей административного штрафа. Тотальные полицейские проверки в выходные дни подверглись и лабытнанские таксисты. Сергей Озеров почти 20 лет занимается частным извозом. Четыре года назад водитель узаконил свою деятельность. Напомним, в России с 1 сентября 2011 года любая таксомоторная компания или частный предприниматель-таксист обязаны иметь разрешение на перевозку пассажиров и багажа. За эти годы, признался водитель, интерес к документу проявляют только правоохранители. Бывало только пьяные. Два раза было только пьяные, спрашивали. Ну, с такими как поступают? Как спросил, так и ответил, и все. Им показать все равно бесполезно, они сегодня там ничего не понимают. Вот человек, инспектор, проверил и видит, что все нормально. А пьяный чего он не поймет? Ну, чего не поймет, так что? К слову о пьяных. Несмотря на все попытки законотворцев ужесточить ответственность за управление автомобилем под градусом, сухой закон на лабытнанских дорогах соблюдается не всеми. За выходные у трех водителей алкотестер выявил запретные промилле. Еще трое отказались от освидетельствования. Что в первом, что во втором случае, под выпившим дебютантом придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительскими правами как минимум на полтора года. На днях наряд ДПС на загородной дороге обнаружил железную находку в виде отечественной шестерки. Полицейские в недоумении, каким образом этот автохлам смог вообще с места тронуться. Не то, что доехать до дорожной развилки. Бесходный транспорт инспекторы отбуксировали на штрафстоянку. Если выходные у дорожных полицейских прошли относительно спокойно, то утро понедельника началось с аварии. Местом происшествия стала дорога в направлении Обского причала. Водитель иномарки, а за рулем была женщина, не сопоставила свои силы и опыт с возможностями автомобиля. Водитель автомобиля «Шевроле» торопилась на работу, не учла скорость движения, не обеспечила постоянного контроля за движением транспортного средства, не справившись с управлением, допустила наезд на железнодорожную наступь с последующим опрокидыванием автомобиля в КВЕД. В результате ДТП по счастливой случайности, можно сказать, что водитель отделался легким испугом, на место была вызова обрегация сбора помощи, которая была доставлена домой. То есть, лечение не нуждается. Это очередной пример того, что спешка на дороге может дорогого стоить. Не стоит забывать, правила дорожного движения написаны кровью раненых и погибших в ДТП. 8 июля в Лабытнангах произошло еще одно ДТП. Местом происшествия вновь стала загородная трасса. На большой скорости водитель большегруза слетел с дороги, приземлилась машина в Кювете. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, если, конечно, не брать во внимание дорожное ограждение. Водительская спешка едва не обернулась дорожной трагедией. Сейчас можно только предположить, что послужила истинной причиной аварии. В полицейском протоколе лишь сухие выдержки из административного кодекса. Водитель не справился с управлением автомобиля, не учел дорожно-метеорологические условия, в результате чего совершил опрокидывание транспортного средства в Кювек. Плюс ко всему большегруз повредил собственность дорожной дирекции Ямала. То есть снес дорогостоящее дорожное ограждение. И убытки от ЧП обслуживающая организация намерена возместить за счет виновника. Будет на него подано в суд и будет возмещаться ущерб в районе 80-1000. Все это, наверное, займет. Это будут оценщики. У нас есть стоимость материала. Ведомость составят наши юристы и подадут на него в суд. Также в суд будут переданы материалы на лишение водителя прав как минимум на полтора года. И на то есть причины. Виновник ДТП не пожелал пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Хотя к его внешнему виду у полицейских было немало вопросов. Кстати, на загородных дорогах аварий случается с завидной регулярностью. С начала года это уже восьмая. И вновь по меде любителя быстрой езды. Данный участок дороги у нас раньше являлся аварийно опасным участком. То есть местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Будем надеяться в этом году, возможно в следующем, здесь будет установлен стационарный комплекс фото-видео фиксации правил дорожного движения. Ну а также ограничение скорости, я думаю, здесь знаки появятся. А пока отсутствуют знаки ограничения скорости, водители продолжают лихачить на загородных дорогах. Совершают не только происшествия, но и калечат судьбы своих пассажиров. Каждый день на лабутнанские дороги выезжают тысячи автомобилей. Легковых и грузовых. Водители торопятся по своим делам. А машина давно уже перестала быть роскоши, став просто средством передвижения. И при этом оставаясь источником повышенной опасности. На протяжении последних 79 лет сдерживать эту опасность призваны сотрудники государственной автоинспекции. 3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров было утверждено положение об этой службе. Свой профессиональный праздник, как и в любой другой день, инспекторы ГИБДД несут дежурство на лабутнанских дорогах. Артур Миндохов и Сергей Богомазов несут службу в одном наряде ДПС уже более года. Их стаж работы в лабутнанской госавтоинспекции на двоих 20 лет. Все это время они ведут усиленную борьбу с дорожными нарушителями. За дежурную смену на несознательных автолюбителей полицейские составляют порядка 30 протоколов. А вот, кстати, один из таких. Водитель этого большегруза проигнорировал правила дорожного движения и, несмотря на запрет, въехал в город. Всему виной признался Александр Карас-Спешко. Просто так гораздо больше сокращается время, если через город проедешь. Как бы дом разносят, вот мусор вывозим, надо побыстрее вывезти, поэтому приходится через город. Ну, я со штрафом согласен, больше не буду в город заезжать. Внимание капитана полиции Миндохова привлекла вот эта иномарка. Женщина-водитель, прежде чем сесть за руль, не убедилась в технической справности своего авто. Гражданка Попова удивилась, узнав от полицейского, что у нее, оказывается, не работает одна из фар. Просто дороги у нас очень нехорошие, поэтому если бы были дороги получше, может быть, тогда меньше было бы всяких. Потому что на дорогах машины бьются, на дорогах. Вот буквально сейчас ехала, был свет. Я сейчас вот, видите, уже все, перегорел, у меня фонарь. Я и не знаю. На первый раз Вера Попова делалась устным предупреждением. Неисправность пообещала устранить в ближайшее время. Кстати, женщины за рулем считает Артур Миндохов самые дисциплинированные и внимательные водители. А потому у полицейского к прекрасным представительницам водительского сообщества особое отношение. Снисхождение делаем, да, беседы проводим, замечания. На будущее, если повторно останавливаем, уже привлекаем к ответственности. Ну, это с моей стороны, как бы. Каждый парень. Думаю, что по-своему. Кто-то привлекает сразу с первого. За 12-часовое дежурство под контролем наряда ДПС находится практически весь город. А потому его приходится постоянно патрулировать. Причем выявлять нарушителей полицейские могут и в движении. В каждом автомобиле установлены приборы фиксации с тремя точками видеонаблюдения и записью звука. Довольно-таки хороший видеорегистратор тем, что помогает в рабочих моментах фиксировать нарушения, показывать людям их, чтобы не было лишних разногласий. То есть можно включить любую камеру, посмотреть ее сразу же. И в этот момент она не останавливает запись, а производит дальше видеозапись. На удивление дорожных инспекторов, их дневное дежурство выдалось относительно спокойным. 20 административных протоколов, составленных за водительскую невнимательность, забывчивость и спешку. Плюс ко всему, эта смена обошлась без дорожных происшествий. А это и есть показатель работы и самый лучший подарок ко дню ГИБДД. Ямальские наркополицейские пресекли деятельность преступной группы. Ее участники долгое время занимали сбытом синтетических наркотиков на территории сразу двух городов – Интам и Лабытнанги. В непосредственный контакт со своими покупателями торговцы не вступали, а производили так называемые закладки. Правоохранители нашли в Лабытнангах более 10 тайников, в которых хранилось 168 граммов солей и курительных смесей. В Лабытнанге гости из республики Коми начали осваивать полгода назад. Раз в месяц, а то и чаще, курьер доставлял в город по железной дороге крупную партию наркотиков. За непродолжительное время преступники успели наработать обширную клиентскую базу. На потенциальных покупателей наркодилеры выходили через социальные сети. Там же они и пиарили свои товары и услуги вне закона. После стопроцентной оплаты товара через платежные системы на телефон так называемого клиента приходила смс информации, где и когда он может забрать гостиниц. Как правило, наркотики закладчики прятали в укромных местах заброшенных домов. Найти и изъять все, что хорошо спрятано, лабытнанским оперативникам наркоконтроля удалось сразу после того, как их коллеги из Печоры задержали банду наркозбытчиков. Ее участниками оказались четверо молодых людей и одна несовершеннолетняя девушка. Как выяснилось, в этой преступной цепочке каждому было отведено свое звено. Один руководил, другой поддерживал связь с клиентами, еще двое отвечали за пополнение тайников наркотиками, в том числе и лабытнанских. Бывало, что наши ездили в другой регион работать, за ними приезжали из других регионов, забирали. А тут что? Ну, только инта, дальше там некуда же сбывать. В деревню не поедешь, забывай, потому что там все люди на лицо приедешь, а что там человек лазит по огородам, сразу вычислить его. Вот ближайший город Лабытнанге. Кстати, арестовать одного из бесстрашных закладчиков удалось на железнодорожном вокзале Инты, как раз после его последней командировки в Лабытнанге. За сутки своего пребывания в городе курьер успел заложить 10 тайников. Всего на территории города Лабытнанге изъято из 10 тайников более 168 грамм наркотических средств в виде курительных смесей и соли, что составляет порядка 800 разовых доз. 168 грамм курительных смесей порошков – это капля в море. Оборот этой наркогруппировки составлял более 10 килограммов. При обысках в их квартирах в Инте было изъято около десятка миллионов разовых доз и 200 тысяч рублей наличными. Каждый заработанный ими рубль – это чья-то сломанная жизнь. По фактам сбыта и приготовления к сбыту наркотиков в составе организованной преступной группы в отношении каждого из пяти бизнесменов возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы. В июле на территории нашего телецентра в его окрестностях гремели взрывы. Подорвать спокойное существование телевизионщиков в самый разгар рабочего дня решили двое лабытнанских подростков. Установить их личности, а после задержать хулиганов полицейским удалось по горячим следам. Установить личность немалолетних хулиганов правоохранителям помогли камеры наружного видеонаблюдения, установленные по периметру телецентра. Причем их наличие ничуть не смутило юноши. Более того, они даже не пытались скрыть своих лиц. Подойдя к забору, один из подростков закинул на территорию какой-то подозрительный предмет. Спустя несколько секунд раздался взрыв. Подозрительный шум на улице не остался без внимания телевизионщиков. Одним из первых тревогу забил главный инженер Игорь Хорюшин. Выйдя на улицу, он почувствовал едкий запах дыма и пороха. К тому времени малолетних подрывников уже и след простыл. Первая реакция была посмотреть, все ли с оборудованием в порядке, как у нас работает передатчик. Оказалось, что все хорошо. Мы с электромехаником вышли сюда. Здесь еще пахло дымом. Людей мы не увидели, пока осматривались. Второй взрыв вот в районе машин, там вот на плитах, так же хлопнул. Не видно было, откуда кинули. Дать какое-то разумное объяснение этому поступку мне сложно, потому что, ну, если бы это были дети, там, 10-12 лет, можно было расценивать это как хулиганские шалости. Здесь же речь идет о достаточно взрослых ребятах. Я считаю, что 17 лет – это уже человек, который может отдавать отчет своим действиям. И поэтому мне объяснить это чем-то сложно, что это такое. Просто это такая несмешная шутка. Может быть, это целенаправленная месть с телевизионщиком. Я затрудняюсь, если честно, представить себе, зачем это нужно было делать. Правовую оценку подростковым шалостям дали полицейские. Как выяснилось, такие игры с пиротехникой без вреда здоровью и порчу чужого имущества стали лишь поводом для поучительной беседы с шутниками и административного наказания. И то в отношении лишь одного из героев шумной истории. Уголовной ответственности им удалось убежать по той причине, что в их действиях отсутствует состав преступления, так как какого-либо ущерба зданию ЛТВ причину не было. Формально в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренные статьей 20.1 «Мелкое хулиганство». Но так как лицо, совершившее данное правонарушение, состоит на учете у психиатра, привлечь его к административной ответственности не имеется основания. Ранее психически больной юноша не раз попадал в поле зрения полицейских. На счету несовершеннолетнего десятки совершенных преступлений и правонарушений. Только за последние полгода на комиссии по делам несовершеннолетних в отношении него было рассмотрено 6 административных материалов, и каждый из них составлен с опорчу чужого имущества. К сожалению, ввиду того, что данный несовершеннолетний имеет определенные психические отклонения, работа с ним затруднена. То есть он не идет на контакт учреждений системы профилактики, с ним невозможно работать психологом, не могли с ним определить психодиагностику, провести какие-то, выработать мероприятия, которые хотелось бы нам провести с ним для того, чтобы скорректировать его поведение. Данный несовершеннолетний получает определенное лечение на территории города, но, как видимо, особого эффекта оно не оказывает, ввиду чего он продолжает совершать определенные правонарушения, находясь на территории города, и преступления. Найти рычаги воздействия на трудного подростка не удается даже его родителям. Единственная возможность – спасти несовершеннолетнего и окружающих его людей от непоправимой беды, изоляции от общества. Кстати, в декабре прошлого года он прошел курс принудительного лечения. Однако терапия, как видно, не дала ожидаемых результатов. Сегодня рассматривается вопрос о повторном направлении его в лечебницу закрытого типа. Окончательное решение примет городской суд. Двой несовершеннолетних и их товарищи стали фигурантами уголовного дела. На днях компания молодых людей ограбила продуктовый магазин. Время для визита злоумышленники выбрали самое подходящее – пришли ночью. Разбив стекло подсобного помещения, они пробрались в здание, запаслись возможными деликатесами и поспешили скрыться. Задержать непрошенных гостей оперативникам удалось по горячим следам. В поисках приключения вместе с ним у спиртного компания молодых людей остановилась возле этого продуктового магазина. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, зайти решили через черный вход. Разбив оконное стекло, они без особого труда проникли внутрь. По всей вероятности, непрошенные гости даже не могли предположить, что в это время за ними может кто-то или что-то наблюдать. Но на всякий случай все же накинули на головы капюшоны. На кадрах видеосъемки отчетливо видно, как ночные грабители хозяйничают на чужой территории. В каждой пределе. Двое подчищают пивной холодильник, третий зачем-то вытирает полы. Возможно, таким образом он пытался замести следы. А вот на этих кадрах молодые люди уже засветились виноводочном отделе. Правда, в темноте они еще не успели разглядеть, что за их спинами витрина с крепкими напитками. Зато шоколад и сигареты увидели сразу. Не смогли они пройти и мимо колбасной продукции. В общей сложности за несколько минут своего пребывания компания успела вытащить из магазина выпивки, закуски и сигарет на 20 тысяч рублей. Семь пакетов с продуктами и алкоголем спрятали на третьем этаже заброшенного здания. Здесь же их на следующий день и задержали оперативники. Вещественных доказательств совершенной кражи было предостаточно. Подозреваемых преступлений отбираться не стали. И о своем плохом поступке сыщикам поведали, как на духу. Они распивали спиртные напитки и им показалось, что мало. Они выпили тоже молодежь и захотелось еще выпить им. И на тот момент они зашли в магазин, там уже время было после 10, то бишь спиртные напитки никто им не продал. И у них возник умысел залезть туда и похитить спиртной продукты питания, табачные изделия и все. На сегодняшний день в ходе допроса они вину признают полностью, содеянным раскаиваются. И как бы родители тоже их не готовы возместить материальный ущерб. Впредь такого обещают больше не повториться. Вряд ли главные герои этой короткометражки за свои роли получат Оскар или народное признание. Уголовный кодекс таким звездам строк. В качестве награды либо утешительного приза участникам этой криминальной постановки, а двоим из них нет и 18-ти, суд может организовать тюремный гастрольный тур как минимум на два года. В Лабутнанге захлестнула волна нового вида мошенничества. На смену мобильным аферистам пришли интернет-преступники. Самое страшное, что так называемые хакеры вне закона для своих противоправных действий активно используют вредоносные программы. По большому счету всю грязную работу, то есть хищение денег с банковских карт совершает вирус. С начала этого года его атаки уже подверглись банковские счета 25 лабутнанцев. Их потери исчисляются четвертью миллиона рублей. По сути, большинство современных мобильных телефонов – это маленькие компьютеры. Можно зайти на любой сайт, проверить электронную почту, произвести мобильный платеж, установить полезное приложение. Все это взяли на вооружение мошенники. Раз в телефоне есть интернет, значит аппарат можно заразить компьютерным вирусом. А с его помощью незаконно завладеть как важной информацией, так и деньгами с банковских счетов. Программа попадает в телефон, какое-то время там находится, себя никак не проявляет. То есть человек не видит этой программы у себя на телефоне, и некоторые даже антивирусы ее не видят. А потом в результате каких-то действий, то есть либо отправляет запрос и уже похищает денежные средства. И потом программа автоматически удаляется, то есть затирает, так сказать, следы. Исходный код уничтожается. В Лабытнангах компьютерный вирус облюбовал мобильное приложение Сбербанк Онлайн. При помощи хакерских приемов IT-мошенники уже очистили банковские счета лабытнанцев на 250 тысяч рублей. О новых преступных схемах кражи денег знают и в офисе Сберегательного банка. Жалобы от клиентов о таинственном исчезновении денежных средств сотрудникам учреждения начали поступать два месяца назад. Буквально мой знакомый мне рассказывал, как у него на глазах проходили эти мошеннические действия. Он держит телефон в руках, а сам совершить никакие действия не могут. То есть там мышкой как водят и списываются, уходят деньги. Пока он не открыл телефон и не достал батарею. Так что же делать, чтобы не заразить телефон вирусом, который поможет мошенникам лишить вас всех денег? Специалисты банка призывают соблюдать хотя бы элементарную компьютерную гигиену. Плюс ко всему, как можно чаще обновлять мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Но самое верное средство защиты сберегательных карт – это их страхование. Правда, услуга эта платная, зато можно быть уверенным в случае чего страховая компания возместит вам финансовые потери. Что необходимо сделать сразу? Сразу заблокировать карту. Если карта находится с собой, и, соответственно, Сбербанк закрыт, если это в ночное время происходит, необходимо позвонить на телефон горячей линии. Телефон горячей линии прописан у каждого на обратной стороне карты. То есть звонить, обязательно дозвониться и сообщить, что происходит с картой, и произвести блокировку. Это первое дело. Второе – сразу же на следующий день необходимо обратиться в Сбербанк и сделать перевыпуск карты. То есть измениться полностью номер карты, срок действия карты и пин-код. И следующее действие – нам необходимо обращаться в полицию, писать заявление. И таких заявлений в полиции уже 25. Правда, найти и привлечь к уголовной ответственности киберпреступников практически невозможно, говорят правоохранители. На сегодняшний день банковские счета потерпевших являются тайной и охраняются законом. Чтобы получить оперативный доступ к ним, требуется долгая переписка с учреждением. А это время – потерянное время, которое, кстати, помогает мошенникам замести следы преступления. А вот следующая история очередного обмана произошла спустя две недели. В дежурную часть полиции поступило заявление 41-летнего жителя города. Он стал еще одной из жертвы мошенничества. Обманным путем аферисты заставили мужчину перевести на банковские счета чуть больше полумиллиона рублей. За расследование этого уголовного дела взялись лабытнанские сыщики. Телефонный звонок нарушил покой мужчины. На том конце провода он услышал, казалось бы, знакомый голос. Собеседник представился Павлом, давним другом. Привет, дружище. Хочу предложить тебе купить автомобиль «Урал». Цена не больше 200 тысяч. Единственная проблема – машина находится в Омске. Но я тебе ее перегоню. Предложение приятеля мужчине показалось действительно экономически выгодным. В этот же день он перевел на мобильный счет незнакомца две сотни тысяч рублей. Их телефонное общение продолжалось на протяжении месяца. Житель города Лопатнанги переводил денежные средства, якобы за приобретенный автомобиль «Урал», также за бытовую технику, в том числе автомобильные покрышки. Как сложилось заговоренность между якобы продавцом и нашим покупателем, что данное имущество они перепродадут в последующем на территории города Лопатнанги. Всего была переведена сумма свыше 300 тысяч рублей. За месяц телефонной дружбы потерпевший пополнил мобильные счета Павла на 550 тысяч рублей. В один прекрасный день мужчина решил сам позвонить ему и уточнить, когда покупки будут доставлены до места требования. Скажем так, знакомым был немного шокирован, то есть удивлен, пояснил, что данного разговора не было, таких пользен от него не поступало. После чего наш потерпевший понял, что в отношении него было совершено преступление. Вот такая история обмана произошла в Лопатнангах. После того, как мошенник получил от своей жертвы больше, чем полмиллиона рублей, его телефон оказался вне зоны доступа. Полицейский надеется, что этот очередной случай послужит примером того, что не следует доверять незнакомым людям. По данному факту возбуждено уголовное дело. При раскрытии преступлений немаловажную роль играет помощь обычных граждан. Если вам известно о преступном сговоре, о случаях изготовления хранения или продажи наркотических средств, о фактах мошенничества, вымогательства, вы можете обратиться в дежурную часть Лопатнангского дела полиции либо оставить свое сообщение, позвонив по телефону доверия 210-52. Лопатнанские полицейские проверяют владельцев оружия. Особое внимание инспекторы лицензионно-разрешительной системы уделяют правилам хранения боевого арсенала и наличию всех сопроводительных документов. На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 3,5 тысяч единиц оружия, причем не только охотничьего. Вечером у лейтенанта полиции Рошенко рабочий день в самом разгаре. Именно в это время, говорит он, удается застать владельцев оружия дома. Первые в списке на проверку Владимир Мокин, а точнее весь его охотничий арсенал. Два гладкоствольных ружья Владимир Алексеевич хранит, как и прописано в законе, в отдельной комнате в закрытом металлическом сейфе. Доступ к оружию имеет только он. Каждая боевая единица, рассказывает охотник, на определенного зверя и дичь. Сезон охоты еще не начался, а он уже в предвкушении встречи с глухарем. 15 сентября открывается на Боровой дичь. Я еду 400 километров отсюда, на лодке. И душеньку свою отводите, да? Да, и там полмесяца по лицензии отстреливаю. Сколько купил, столько стрелил. Законопослушность и дисциплины, считает Владимир, должны быть не только на охоте, но и в оружии. Кстати, к последнему у инспектора вопросов не возникло. Гладкостволки зарегистрированы, владельцы имеются разрешения на их хранение и ношение. Забывайте за месяц до ищения срока приходить подавать документы. У меня в январе кончается? У вас заканчивается в январе 16-го. У вас еще время есть. В декабре? Да, 27 декабря вы должны уже будете подойти и подать документы. Не забывайте этого делать. У вас все в порядке, нарушений нет. В отличие от Владимира Алексеевича, его товарищ по оружию охотой не увлекается. Приобрести пистолет Руслана Шерифулина заставил случай. И, как выяснилось, не очень приятный. Со своей семьей мужчина любит путешествовать на машине. Три года назад одна из таких поездок чуть не обернулась происшествием. Ехали в отпуск на машине, подрезали нас, пытались остановить. Люди видят 89 регионов и пытаются на этом заработать деньги. После этого пришлось купить оружие. Теперь в каждую дальнюю поездку мужчина всегда берет с собой травматический пистолет. Правда, применить его на деле пока не пришлось. Наверное, это и к лучшему. К слову, в лабытангах таких, как Руслан Шерифулин, обладателей оружия самообороны 590 человек. Еще 2170 имеют разрешение на охотничий арсенал. И тех, и других закон обязывает хранить недетские игрушки подальше от посторонних глаз. Если уж не под семью замками, то уж точно в надежном сейфе. И не забывать своевременно продлевать разрешение на оружие. Существует административное наказание в виде предупреждения. Либо если уже нарушены не только сроки перерегистрации, а соответственно и хранение оружия, то соответственно уже штраф 500 рублей. А в дальнейшем это грозит для владельцев охотничьего огнестрельного оружия тем, что если будет два нарушения в течение года, то изымается оружие и как охотник он будет аннулирован. То есть ему придется потом через год только восстанавливаться на право ношения гладкого оружия. И соответственно через пять лет только на ношение нарезного оружия. Кстати, именно такие проверки позволяют выявлять нарушителей. С начала года к административной ответственности уже привлечено 103 человека. А вот двоим владельцам оружия инспектору Ярошенко пришлось применить уже жесткие меры. Конфискацию охотничьих стволов. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Кель. Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны на дорогах. До встречи на канале Лабытнанского телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok